МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша дистанция диктует цели. Допустим, если бы мы занимались бы, как во всем мире, на дистанции 1600 метров, есть смысл заниматься американскими. Но дело в том, что наши русские, они содержатся в Киргизии несколько поколений, и они выработали здесь те качества, которые мы применяем на более длинные дистанции, то есть выносливость. Знаменитый жеребец-барон, ему 8 лет. Он в своей карьере участвовал в бегах 64 раза, 51 раз был первым, в том числе был чемпионом первых семерных игр кочевников. Он позапрошлом году получил травму, растяжелись сухожилия. Мы за это время подлечили. Сейчас все пришло в норму. Мы начали сейчас готовить третьим играм кочевников. Он своим рамом очень такой сильным характером. Давай! Давай! Так! Его, как среди вот этих вот жеребчиков, мы предлагали покупателям за 4 тысячи долларов. Ну, так посмотреть, никто не брал. Три года он выиграл все скачки среди взрослых. Ну, цена, конечно, пошла. Потом приехали, 120 тысяч на руках с Казахстана. Мы, конечно, не отдали. Видим перспективу. Тем более, вот сейчас вот получаем очень хороший молодняк. От него потомства бегущие, крепкие. В основном с его нравом, с его характером. Некоторым нужно побольше работать. Применяем пута, специальное управление уздейсками. То есть опытный жакей должен это все поставить. По сравнению с каковыми лошадьми, значит, воспитать, приучить и находиться гораздо труднее. Лошадь для человека что? Во-первых, для нас конный завод – это бизнес. Это и призвание. Это и, как называется, хобби. Сегодня переживания, сегодня подготовка. Это поездка к соревнованиям. Удачи, неудачи. Это все более интересно, по душе получается. Поэтому я, кстати, для себя выбрал лошадь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова